В регионе будет выстроена новая система мер социальной поддержки населения. В первую очередь, до конца года предполагается решить вопрос о денежных выплатах работающим пенсионерам, ветеранам труда, чья пенсия ниже средней по области. Предложение обсудили на заседании рабочей группы, в состав которой входят региональные министры, представители всех фракций Губернской Думы, члены областной общественной палаты. В итоге пришли к согласию, что в сфере соцподдержки необходимы системные изменения. Нужно возвращаться к выстраиванию новой системы социальной политики и, соответственно, мер социальной поддержки. Понятно, что путь этот сложный и большой научный труд нужно сделать. И, соответственно, все, кто по выработанным критериям должен рассчитывать на поддержку государства, будет эту поддержку получать. Но я думаю, что на площадке Думы эта работа будет продолжена. За собой оставляю право в этой ситуации разработки системы мер принять решение оперативное по поддержке ветеранов. Также принято решение увеличить число поездок по социальной транспортной карте. Об этом накануне заявил Дмитрий Азаров в прямом эфире одного из региональных телеканалов. Я предлагаю, мы это сделаем. Мы увеличиваем количество поездок до 90. Но при предоставлении отчетности за предоставленную услугу мы привлекаем к этому муниципалитеты. Главу Самары, главу Тольятти. И пусть они контролируют, а как перевозки ведутся. За каждого человека, который больше 60 ездок, они пусть знают, почему такая ситуация, почему человеку не хватает. Самарцы радостно восприняли эту новость. Отлично. Пускай вернут то, что у нас было. Вот и все. Нужно, потому что все-таки ездят, много ездят люди. 50 поездок это очень мало, не хватает. Особенно летом. Пенсионеры ездят по местам тоже, не сидеть же им дома. Куда-то поехать, где-то что-то посмотреть. Не говоря о магазинах, а просто развлечься. Тоже же надо. Приехал, уехал. Кто за внуками ездит, тоже помощь детям. Поэтому набегаются поездки. Лариса Шалафаст, Марианна Мирная, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова